Русские персы Я с девушкой сегодня Если кто сейчас не смотрит, обязательно срочно подключайтесь к нашей видеотрансляции Вы должны ее увидеть Наконец-то я решил в свет выйти Свою девушку Рассказывай, как зовут? Ее зовут Лиза Фамилия Джакон Лиза Моновна Лиза Моновна, да Да, ну в общем Красивая сладкоежка, правда Вот, скоро посажу на диету Что могу сказать? Ее надо посадить на гвоздь, мне кажется Антон, это для вечернего шоу А это живое? Представляешь сейчас те, кто не смотрит эфир А кто не смотрит эфир, я сейчас не понял Я не такие, посадить девушку на гвоздь Да, вот так вот Я предлагаю, пока люди подключаются к нашей видеотрансляции Поставить все-таки твою новинку С которой ты пришел, кроме шуток Все-таки серьезный день сегодня у тебя Да, премьера, очень сильно волнуюсь Но настроение необычайно Такое приподнятое Давно я не ощущал того, что вот Песня действительно такая Вот не стыдно показать Не стыдно Не стыдно Потому что остальное твое творчество Это вообще обратиться Зато все стыдно Понимаешь? А сейчас пришел гордо Гордо, да? Прям дверь с ноги Открыл русское радио Сейчас прям прогремим здесь Да, потом мы вернемся У нас в гостях Анатолий и Елизавета Цой Вот, поэтому давайте слушаем Снова в темном экране Лишь одна пустота И один только номер Не звонит никогда Что ты делала с ним В четыре утра А она больше не скажет Ни за что, никогда Она меня манит магнитом И я теряю орбиты Бегу за тобой Бегу как последний герой Но ни к чему эти чувства Ты как произведение искусства И я теряю контроль Теряю контроль Ты скажи мне по чьей вине Топили мы по вине А я не могу уснуть В моем анализе Там тебя уже нет на холстах Любовь это на руках Но я решу твой взгляд Моем анализе Моем анализе Там я был уже слишком пьян Не мог я простить обман Но что же со мной ты делаешь, делаешь, делаешь Нам, как было все мало нам Но сердце остался шрам Повсюду ты меня Песледуешь Меня манит магнитом И я теряю орбиты Бегу за тобой Бегу как последний герой Но ни к чему эти чувства Ты как произведение искусства И я теряю контроль Теряю контроль Ты скажи мне по чьей вине Топили мы по вине А я не могу уснуть Моем анализе Да Тебя уже нет на холстах Любовь это на руках Но я шишу твой взгляд Моем анализе Моем анализе Моем анализе Моем анализе Моем анализе Моем анализе Ты скажи мне по чьей вине, да пили мы по вине, а я не могу уснуть в моем норлиза. Тебя уже нет на холстах, любовь это на руках, но я жижу твой шлях в моем норлиза. Русские пляжи. Вот это да! Дамы и господа, у нас самый бодрый экскурсовод здесь. Потрясающая песня, потрясающая премьера, знаешь, чуть-чуть голос изменился немножко, вот правда, вот стало как-то чуть-чуть немножко по-европейски, вот вкусно, вкусно, правда. Там вас ночные, восточные нотки наоборот, мне послышится, какая-то этника. Кто-то как? Этника. Все верно, видишь, какой тонкий вкус. У кого есть флук? У нас музыка разбирается просто, понимаете? Да, ну с премьерой, друзья, да, 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 только. Трек новоиспеченный ночью появился, мы его, так сказать, зачали, и вот уже он в эфире. Это класс. Максимально быстро вынашивал, ночью зачали, он тебе перенес, понимаешь, молодец какой. Антон нам говорил тут за кадром, что на самом деле он считает Монолизу страшненькой. Да, что у него улыбка дикая. Поэтому, видишь, вот мы ее чуть-чуть модернизировали, чтобы она стала симпатичной. Антон, специально для тебя. Он добавил туда пирожки. Пирожки. А чья это нижняя часть? Нижняя часть моя, извините. Вот такой Монолиз. Мы же договаривались, никому не рассказывать. Мы договаривались, но как бы ты попросил, я должен, мол, сняться у тебя хотя бы не в клипе, но в картине, понимаешь? Толь, а это обложка твоего сингла, правильно? Это обложка, да, сингла Монолиза. Вот в такой какой-то интерпретации мы решили ее показать. Слушай, я тебе хочу сказать, вот покорись. Ну, вот по-богатому, вот по-богатому. Во-первых, гобелен, да, вот это вот, да, обрамляет. Слушай, а кто обложечку делал? Это чья идея вообще? Кто придумал? Идея, честно, моя. Да? Да, так как возникла сразу песня Монолиза, понятное дело, что нужно было взять оригинал, но просто в оригинале подавать, боюсь, у нас бы денег не хватило потом. Ну, просто автора уже нет живых, но это ладно, мы договоримся. Да, ну и вот решил сделать такую некую интерпретацию, нашли очень красивую девочку, вот, сфотографировали ее самую красивую часть, и вот такая небольшая коллаборация произошла. Судя по всему, как бы обложку ты делал сам, потому что это функция вставить картинку просто, да, вот это вот, да, мне нравится очень хорошо, очень хорошо. А как ты вообще к искусству относишься? К искусству? Не очень, но... По-моему, очень. Современно. Я вообще прям, наверное, человек искусства, я про творчество такой, порой чересчур, казалось бы, что уже возраст такой, когда нужно думать там глубоко о бизнесе, о деньгах, вот, а я все о творчестве, об искусстве. А вот мы проверим, насколько ты серьезно относишься к творчеству очень скоро, а сейчас пока прервемся на маленькую паузу. Анатолий Сой у нас в студии. Всем доброе утро. У нас в гостях Анатолий Сой. Правда? Да. Где? Ой, Толя, Толя, я люблю тебя. Точно, привет. Очень хорошо. Толь, мы сегодня отмечали со слушателями День русской лени. О, да. Расскажет, ты вообще ленивый человек? Безумно. Вообще. Ленюсь вообще всегда. И я люблю лень. Лень любит меня. Но мы постоянно с ней боремся. И вот с самого детства, наверное. Потому что, с одной стороны, вроде я трудолюбивый и постоянно люблю находиться в каких-то действиях. Все время что-то делать. Мне очень сложно сидеть на одном месте. Но при этом постоянно лень мне говорит, а зачем тебе оно все? Да, это второе альтер-эго. Да. Маленький Цой рядом. Такой маленький Цой на плече сидит и говорит. Анатолий, Анатолий, отдохните. Анатолий, тормози, не надо, все само придет. Да, говорит, Васильич, ну, пора бы отдохнуть. Не, ну просто же говоря, что как бы твоя лень настолько крута, что даже на известном шоу, где ты в костюме огромном был, с огромной вот этой вот каской-маской, да, Ты даже внутри заснул во время выступления. Да, и с пещем выступал. Человек просто во сне его разбудили и говорит, ты выиграл! Спасибо огромное, надо, очень хорошо. Толя, а есть какое-то отличие вот нашей русской лени от лени, например, корейской или казахской? Честно, вот мне кажется, что вот там лень, она проявляется в том, что люди живут вот чуть-чуть по-другому. Вот мне, наверное, больше нравится здесь вот какой режим, да, потому что ты все время в каком-то движнике, и если ты ленишься, ну, тебя как-то вытесняют, и все, и тебе становится тесно, тебя, грубо говоря, там, куда-то в угол забивает и забывает уже. А в Казахстане, допустим, ну, как-то вот люди вообще не напрягаются. Ты приезжаешь туда, и меня это порой возмущает, потому что я уже здесь 8 лет живу, я приезжаю, я говорю, а чего вы не торопитесь? Они говорят, куда торопиться, братан? Куда торопиться, братан? А кто понял, что тут не торопятся? Конечно, они давно поняли, что здесь тревогуешься, в каждом кафе дым и смех. Почему? Непонятно. Ох, любит Антон Юрьев издеваться над нашими гостями. Да, хорошо, ладно. Хочешь, я его развяжу? Давайте. Вообще без проблем. У нас потрясающая игрушечка называется «Секундочку». Вот, значит, мы издеваемся над гостями все втроем, да, и всей страной. Композиция урезана до одной секундочки, и тебе необходимо отгадать, кто это, что это. Можешь назвать исполнителя, можешь назвать песню, можешь просто допеть за него. Готов ли ты? Я готов, но я очень волнуюсь. Ну и так, начальный счет, дорогие друзья, 0-0 между Цоем и Перцами. Я буду подсказывать. Ах ты! Поехали. Ну это, конечно... Заберай меня скорее, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже. Ну, как говорится, я фигею, с гордой околею. Ладно, 1-0, 1-0 в пользу своему. Ну это было легко. Я фанат Сережи Жукова. Да точно? Он, кстати, тоже твой. Ну давай, вторую композицию. Посмотрим, что дальше. Небо, небо, небо на звезды, это же Билан же поет. Очень красиво. Вы дайте на себе платок, я заплачу. Я просто знаю эту песню только в английской версии. Да? Когда он выступал на Евровидении, да. Слушай, а... Believe me. А послышишь, как мне сейчас, да? Believe me. Красивая девушка рядом, красавец напротив, Билан Бушах. Мой кумир рядом. Рядом азиат. Я сейчас разлюблюсь. Кто? Она. Гус, вы уберите ее уже. Вы что творите-то, что с вами не так? Ладно, ладно, 2-0 в пользу своей. Давай, поехали дальше. Это я подбирала. Да, это кто-то наступил, видимо. Сложно. Конечно. Конечно. А еще раз можно, нельзя, да? Нет, еще раз нельзя, можно. Есть одна только. Нет, конечно, можно, но нельзя. В виде исключения могу тебе поставить ее еще раз. Она поет вот. Это единственная девушка-космонавт, понимаешь? И, кстати, была там же, где и Билан. Что, это Гагарина, знаете? Это Гагарина, да, да. Песня. А что это за песня? Твоего однофамильца, твоего однофамильца. Да ладно, это была кукушка? Я понял, вы просто взяли какой-то кусочек, непонятно откуда, где она поет. А ты разве не видел, как она в ложниках тебя рала? Как можно догадаться, что это кукушка по отрывку? То есть, как Гагарина догадаться можно? Ну ладно, хорошая. 3-0. 3-0 в пользу вот этого человека. Защитываем, да. Отвратительно просто. А сейчас, знаешь, вот если ты слушаешь Русское радио с утра до вечера, то ты точно угадаешь эту песню. Так. Потому что она здесь не только песни поет, но еще иногда даже джинглы. Давай. Так, логически размышляем. Джинглы, значит, это наверняка была, ну, навряд ли Нюша. А что-то меня... Ну, когда-то была и Нюша. Я просто помню, что Нюша тоже записывал, но так как это же происходит сегодня, я же не сплю. Наверное, это Анна Асти. Нет? Это туда же, к Нюше. Но цвет волос, кстати, одинаковый. Какой? Светлый. Блондинка. Светлый? Да. Это как Нюша, которая буду пробивать твое чудо. Вот это вот. Давай. Блин. Нет, это не блин. Это не блин. Масленица прошла. Все чучела сожгли, кроме меня. Давай. А, подожди. Что? Что? Это Елена Север? Нет, это не Елена Север. Елена Север, у нее такой более протяжный, у нее такой интеллигентный голос. Там голоса нет вообще, это же аранжировка. Да, это аранжировка. Это две ноты. Толь, смотри, если пожар, ты что кричишь? Или если тебя грабят? Если грабят? Да. Антон, ограбь его. Помогите? А что? Помогите. А когда грабят, тебе что кричат? Слушай, а когда ты тонешь, ты говоришь, последний раз купаюсь. В смысле, помогите. Караул! 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 Караулова! Господи! Боже ж ты мой! Боже ж ты мой, а! Караул! А хочется развернуться, сделать такой низкий голос, сказать, вы самый умный корейец на дне, понимаете? Мне понравилась версия. Последний раз купаюсь. О, боже. Я вот даже не знаю, что, 4-0 или что? Нет, ты. 3-1. Давай 3-1. Я честный, честный азиат. Ну, а сейчас? Финальный отрезок, Толь, самый сложный. Ты готов? Давай, давай, попей водички, правильно делаешь, потому что очень волнительный момент. Ну, давай. Сильно! Так, давай, давай, давай опять. Нюша! Так, давайте подумаем. Давайте подумаем. Нюша или Кирюша? Да. Судя по... Кирюша Туреченко? По тому отрывку, кого вы поставили, Этой группы давным-давно нет. Да, да, да. Ну, это произведение Константина Меладзе. Я сейчас встану, подожди. Да. Присел нормально дальше. Она вернется! Она вернется! Она вернется! Она мне ночью заменяет солнце! Она услышит! Она заплачет! И я надену ей кольцо на пальчик! И я надену ей кольцо на пальчик! Ой, у меня только вот огромная просьба. Раньше мы вот с Анатолием договаривались, когда я подпевал ему эту песню, вот на этой вот... А он мне наступал! Потому что так мне ноту не взять! Да, дорогие друзья, новый альбом Анатолия Цоля. Группы нет, а он остался! А у нас в гостях певец Анатолий Цой. Доброе утро! Доброе! Ты все так глупо, что ли? Доброе, счастливое! Что? Да трансляцию! Включайте нашу! Увидите, что в студии происходит. Просто жир! Жир? Ну, есть такое слово. Не называй меня так больше! Толя, скажи ему! Это он про меня. Я не жир, я Антон! В студии прошел жир. Ну, не расстраивайся. Ну, что это за абьюз и буллинг, и другие названия из нового альбома Цоля? Ну, что творится? Толь, я перед эфиром прочитала про тебя новости и узнала, что ты отказался участвовать в третьем сезоне одного известного африканского шоу. А как же правило «Бог любит троицу»? Честно? Предлагали. Я отказался, потому что, ну, уже хватит. Почему? Ну, хватит. Почему? Ну, не знаю. Уже хочется заняться творчеством. Осенью у меня планируется первый, мой сольный, большой гастрольный тур. Да. Поэтому мне нужно к нему готовиться, чтобы зрители сказали, не «Ах ты, жукоед!» Да. Я это попрошу, пожалуйста, здесь жукоед. Не надо. Да вас поет Анатолий «Жукоед!» Ну, нравится. Ну, то есть, а то люди привыкнут, что я только всякую дрянь там ем, загорелый в Африке тусуюсь и забудут, что я музыкант. Действительно. Поэтому я прям серьезно сейчас ударился в творчество, готовлюсь к осени, и совсем скоро мы объявим уже города, где будет проходить тур. Ты все-таки скажи, что тебе дали за участие, мы жалчные люди, что тебе дали за участие в этом потрясающем африканском шоу? Всем деньги, а тебе бусики. Жуку от малярии. О, подарок, да, нормально. Да, ну и, конечно же, опыт вот этих, поедания всех вот этих жуков. То есть сейчас закинь меня куда-нибудь в джунгли, я выживу, потому что я знаю, кого можно есть, кого нельзя. Какой самый вкусный жук? Самый вкусный жук! Заходил вчера! Заходил в меня! Никакой. Это все на самом деле отвратительно. Даже какой бы ты сильно голодный не был, это все отвратительно невкусно. А, нет, вру. Есть вот эти самые большие гусеницы, похожи на наших опарышей, только в сто раз больше. Это местный деликатес, они их засушивают, ну вот прям сушат. На вкус, я вам клянусь, корюшка. Корюшка. Настоящая? Литинградская корюшка, прям моя? Да, если не думать, взять какой-нибудь вкусный напиток под корюшку. Да, напиток пенный. Дюшес. И вот прям реально корюшка. Нам дали это в виде испытания. Вот, съешьте гусеницу. И мы такие... А еще есть? Да. А можно, пожалуйста? Нет, нет, на самом деле, пацаны все попросили еще по одной, потому что реально было вкусно. Ну, девочки с отвращением, потому что... Ну, сама мысль, да. У них фантазия лучше работает, и они все-таки представляют, что это гусеница. Пойдемте копать, пойдемте копать. Перефразируя фразу твоего однофамильца, всем, кто ложится есть, садится есть, приятного аппетита. А, спокойного снадобня? Ну, ты смотри, как... Вот умеешь. Филолог, филолог, понимаешь? Мы скоро поиграем, Толя, с тобой в еще одну очень сложную игру. Готовься. Готовлюсь. Вот сейчас мы, дорогие друзья, проверим, настоящий ли Анатолий Цой, Анатолий Цой или нет. Потому что он тебе говорит, знаете, все, я завязался этими играми, теперь я артист, теперь я певец, теперь я хочу перевоплощаться, мне есть что сказать своему зрителю. Вот сейчас несколько миллионов зрителей, примерно 100-120, да, придется ему сказать, игрушечка совершенно простая, вот, певец вашему столу, привет, да? Значит, Анатолий, вам необходимо сейчас будет исполнить сакраментальную композицию группы Бэнд, да, которая называется «Она вернется, она вернется, потом 14 раз перевернется», да? Вам необходимо ее петь в разных предлагаемых обстоятельствах, но мы их вам будем выкрикивать, выкрикивать прямо. Какие ролики будешь примерять? Да, ты пришел сегодня, поэтому будем издеваться. Надо было полениться. Лениться, да. Сейчас уже не получится. Разные роли мы выкрикиваем тебе, да? Тебе нужно будет меняться прямо в процессе песни, прямо перевоплощаться, как ты умеешь, как ты умеешь. Хорошо, я готов. Давай. Поехали. Сначала ты поешь, как Анатолий Цой. Фух, а как поет Анатолий Цой? Красиво. Красиво очень, да. Мелодичный. Ну, давай, родной. One, two, three, go. Окей, я снова был неправ, а ты решила верно. Наверно. А вот тебе как Баба-Яга, пожалуйста. И мне не стоит больше ждать никаких чудес. Ой, стой, молодец. Теперь как глашатый, глашатый, давай. Ну, я перед тобой стою. Че, малешатый? Ага, и? И непонятно, что ловлю. Ох, ты какой молодец. А теперь запыхавшись. Да, давай. Я просто не могу уйти. Я тебя люблю. А теперь грузинский Тоса-Сосу Павляшвили. Давай. И вместе. Давай, забивай. Ага. Она вернется. Она вернется. Она мне ночью замыкает солнце. И кинзмараулит. Она услышит. Она заплакит. Слеза вот такая будет. И я надену ей кольцо на пальчик. А теперь комментатор, комментатор. Ей кольцо на пальчик. Да. Ну, слушай, это браво, браво, браво. Толя, Толя. Это лучший ремикс, мне кажется, для этой песни. Толь, мы бы поставили тебе 10 баллов, но проблема в том, что только что дядя Сосо позвонил мне и сказал, говорит, во-первых, не пальчик, да, а палчик. Да, вот не кольцо, а кольцо. Вот, благодарю, дом всех, кто здесь собрался. Русский персицой, молодец. Давайте аплодисменты сделаем Анатолию, потому что он красавчик. Красавчик. Это было круто. Спасибо. Я настолько выпадкидился, я даже полюбил эту картину. Уберите ее отсюда, пожалуйста, да. Красота. Дамы и господа, у нас самый востребованный артист российского шоу-бизнеса Анатолий Цой. И он сейчас расскажет, где он появится в самое ближайшее время. Давай, Толя. Ну что, друзья, осенью, пока не говорим даты, не раскрываем, но говорим, в каких городах мы уже точно будем. Это Москва, Питер, Нор-Султан и Алматы, поэтому осенью ждите. А дальше мы расскажем, уже чуть позже, раскроем все вообще города. Их будет примерно 20. Анатолий, когда я сказал, что у вас сребованный артист, я думал, что ты буквально... 4 минуты, что 20? Реально, там 20 городов будет. Просто мы сейчас не говорим точно какие. Про 4 я знаю прям точно уже. Толя, альбом? Альбом в этом году не успеваем, потому что очень много релизов хочется сделать. Дай бог, будет еще осенью один большой грандиозный релиз с классным клипом, который мы уже сняли в Санкт-Петербурге. В Питере снял? Да, за кучу денег, между прочим. А что ты мне-то предъявляешь? Между прочим, вообще совести нет. Там такие цены, ужас. Ну что же мы про деньги-то сразу? Что же мы про деньги? Надо про искусство. Нет, но клип получился супер. Толь, спасибо тебе большое, что пришел песня «Новый класс». Спасибо. Мы ждем тебя в гости с новым релизом, как ты сказал, осенью. Давайте лучше я приеду в следующий раз к вам с концертом. Слушай, давайте не надо. Давайте Оленину уже отдадим микрофон в конце концов. Здорово, Диман. Все, всем привет, привет. Толь, привет. Слушай, привет. А вы, ребят, до понедельника. Да, русские перцы прощаются с вами до понедельника, до 7 утра. Дима Морозов, Антон Юрьев. Вот Полина Жокова, но я хотел бы сказать, до свидания. Пока.